Всем привет, меня зовут Катя Ветловская, и сегодня я расскажу про легкий возврат, бесплатный возврат на Алиэкспресс. Записывается там? Да, записывается. Если вы давно заказываете с Алиэкспресса, вы уже заметили, там появилась такая плашечка бесплатный возврат. А если вы еще ни разу не заказывали или только хотите заказать, то смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как не потерять деньги. В интернете есть много однотипных статей, как сделать бесплатный возврат на Алиэкспресс, что это такое. Вы можете загуглить и прочитать все эти одинаковые слова, потому что там написано, что выбирайте продавца с бесплатным возвратом, вы получаете товар. Если он вам не подошел, то вы его просто отправляете обратно и все. Но в смысле отправлять обратно? Это так просто не работает, у нас же почта России, и это только недавно все появилось. Поэтому я вам расскажу, как я все это проворачивала, как я это все делала и с какими проблемами столкнулась. Я уже делала четыре возврата, три из них дошли, один пока идет. Расскажу поподробнее. Первое, что нужно сделать, когда вы заказываете что-то, обязательно смотрите, чтобы там было написано бесплатный возврат. Это значит, что если оно вам придет и не подойдет по каким-либо причинам, вы это упаковываете, идете на почту и вам возвращают деньги. Когда товар вам пришел и не подошел по каким-либо причинам, оставляйте все ярлычки, все упаковочки, пупырки. Я вообще оставляю все, вплоть до пакета, в котором он мне пришел с адресом, и просто заворачиваю его в другой пакет. Второе. Как упаковать? Вы можете сходить на почту, ближайшее почтовое отделение, и купить у них за 45 рублей я покупала вот такой большой пакет, в который вы кладете свою вещь, запечатываете, пишите адрес. Но мне показалось это не очень выгодным каждый раз тратить по 45 рублей, поэтому я просто беру мою вещь, у меня были джинсы, вот как они пришли, так я их положила сначала в один черный целлофановый пакет, и сверху натянула второй черный целлофановый пакет, чтобы ничего нигде не просвечивалось, чтобы не было никаких зазоров, чтобы туда не попала грязь, чтобы он не порвался в конце концов. И сверху пару раз обмотала скотчем, ну, как не полностью, а просто там две полоски так, две полоски так я сделала скотчем. Это было второе. Мы хорошо упаковываем нашу посылку. Третье. Идем на почту. Идем в любое ближайшее отделение на почту и просим бланк отправления. Они дают такой бланк, там все как обычно, от кого, кому. Если вы отсылаете без бланка в пакете в почтовом, которые, они серенькие, за 45 рублей, то там тоже есть поле от кого и кому. Теперь будьте внимательны, заполняйте вообще все, что можете. Вот все, что можете, заполняйте. От кого? Ваше имя, фамилия, телефон, индекс, адрес, кому. Если вы зайдете в приложение Алиэкспресс, и я сейчас видео дополнительно вставлю, там у вас будет ваше кодовое слово и полный адрес, куда вы отправляете. У меня это кодовое слово там СДТ, Москва и буквы. Дальше это абонентский ящик 17, московский АСЦ, видимо там какой-то центр, склад, не знаю, и индекс 141900. Я отправляю на этот адрес. У вас может быть другой адрес, он написан в личном кабинете. Заходим в приложение Алиэкспресс, нажимаем мой профиль. Здесь у меня заказы. Когда вы заказываете товар, здесь обязательно должен быть написан бесплатный возврат. Только в этом случае после покупки можно будет вернуть товар. Значит, возвращаемся к нашим заказам, открываем спор, нажимаем возврат средств и товара и выбираем причину спора, безусловный возврат, внутренний возврат. Выбираем сумму, которую хотим вернуть. Я всегда пишу максимальную. Можете указывать подробности запроса, можете не указывать. Иногда я пишу, что не подошел размер или еще что-то. Можно приложить фотографии, можете не прикладывать фотографии. Это все на ваше усмотрение. Дальше нажимаем ОК. Я сейчас не буду нажимать ОК, потому что я не возвращаю этот товар. Но я вам покажу тот товар, который я уже оформила. Вот, я возвращала кроссовки. После того, как вы оформите возврат, у вас появится вот такое вот поле. Внутренний возврат, ожидание подтверждений на склад и все такое. Нажимаем красную кнопку Возврат товаров. Сначала вот этого квадратика не будет. Нужно нажать Посмотреть код возврата слова. И дальше у вас появится уже этот квадратик. Смотрите, есть слово бесплатного возврата и есть адрес возврата. И я сейчас покажу, куда это заполнять нужно. И здесь есть инструкция. Возьмите товар в оригинальной упаковке. Не забывая уникальный код, идите до ближайшего отделения. Делайте все по инструкции. И самое главное, запомните, запишите себе, заскриньте это слово бесплатного возврата. С версии для компьютера все точно так же. Когда выбираем товар, смотрите обязательно, чтобы было написано бесплатный возврат. И только тогда заказываем. Ну, если вы не планируете возвращать ничего, то вам это не нужно. Дальше заходим в личный кабинет Мои заказы. Ищем наши носочки. Открываем спор. Далее выбираем открыть спор. Возврат товара и денег. Так, здесь тоже возврат товара и денег. И возникшая проблема, безусловный возврат. И сумма, которую мы хотим вернуть. Здесь вы можете написать какие-то свои комментарии, добавить фотографии. Но можете не добавлять. И нажимаем кнопку запрос на местный возврат. Носочки мне еще не пришли, поэтому я их возвращать не буду. Открываю опять мои заказы. И сейчас покажу товар, который уже идет на склад. Вот здесь написано, смотрите, в ожидании подтверждение получения на склад. Это значит, что я отправила товар, и они ждут, пока он придет. Когда он придет, они посмотрят на мой номер, буквенный, вот этот вот. И поймут, что да, это действительно от Кати. Все нормально. Внимание, самое-самое-самое главное. Написать на пакете или на вот этом вот корешочке, на бумажечке. Где угодно пишите, хоть несколько раз пишите. Вот это ваше личное кодовое слово. Только по этому слову Алиэкспресс сможет принять возврат. Вы приходите на почту и говорите сотруднику, что вы хотите сделать легкий возврат. Он бесплатный. Вы ничего не платите никому. Единственное, за что вы можете заплатить, это за пакет. Но если вы пришли из дома со своим пакетом, то вы не платите за пересылку. В этом вся суть. Если вы используете почтовый пакет, который сами купили, там есть графа от кого и кому. Вы туда все заполняете. Если вы пришли из дома со своим уже упакованным товаром, вы просите бумажку, на которой нужно заполнить от кого и кому. Они потом эту бумажку приклеивают к вашему пакету. Когда вы все заполнили, вы еще раз подходите к сотруднику и уточняете, что вам нужно сделать легкий возврат. Она заносит это все в базу, отдает вам чек. В чеке может быть написана какая-то стоимость. Но эту стоимость платит другая сторона, не вы. У меня это было, по-моему, 198 рублей за пересылку. Но не я их платила, я просто ей отдала пакет и ушла. И все. Вам дают этот чек, сохраните, пожалуйста, этот чек. Там указан трек-номер вашей посылки. То есть если возникнут какие-то проблемы, вы можете потом ссылаться на этот трек-номер. После того, как я отправила посылку в личном кабинете, у меня ничего не отобразилось. У меня каждый день приходило на почту «Добавьте ваш трек-номер», «Добавьте ваш трек-номер». Но я не нашла, куда его добавлять. И мне кажется, там даже нету нигде поля, ни с компьютера, ни с мобильного приложения. Его добавить нигде нельзя. Поэтому просто ждите 14 дней, когда посылка придет на склад. Оно само все добавится. И вам придет письмо о том, что мы получили вашу посылку. Не переживайте, ждите денег. Вот я заказала толстовку, вернула ее. Она уже на складе. И я это могу посмотреть там же. Стазус, видите, склад получил. Конфирм. И после получения деньги приходят в течение нескольких дней. Я не знаю, один раз у меня пришло прям на следующий день, в другой раз у меня пришло, по-моему, дня через три. Поэтому просто подождите. Самое главное — это кодовое слово. Теперь расскажу про неудачный опыт. Постараюсь вкратце. Я пришла на почту, сказала, что мне нужно сделать легкий возврат. Мне дали пакет. Я упаковала свой товар. И в инструкции, на Алиэкспрессе, прямо в инструкции указано, скажите ваше кодовое слово сотруднику почты России, чтобы она поняла, что у вас бесплатный возврат. Я сотруднику несколько раз сказала, «У меня есть код, смотрите, вот он, посмотрите, что у меня есть». Она такая, «Мне не надо». Я такая, «Ну, у меня есть трек-номер». И показала тот же самый код. Я говорю, вот его нужно, наверное, куда-то вставить там у вас. Вот у меня инструкция. «Мне не надо». Я такая, «Хорошо, ладно». Я заполнила всё, отправила. И всё. Посылка. Я по трек-номеру, который указан в чеке, отследила, что посылка пришла на склад, но они не могут понять, что это я отправила. То есть там имя, фамилия есть, но из-за того, что я не указала кодовое слово, они не могли понять, что это от меня. Продавец вообще не в курсе, что происходит, потому что он говорит, всем заведует Алиэкспресс. Продавец не отмечает, что я получил или я не получил. Это всё делает Алиэкспресс. То есть моя посылка на складе, у меня её нету, денег нету, продавец ничего не может сделать, и Алиэкспресс пишет, что, типа, вашей посылки нету. Я ходила по почте, я ходила в своё отделение, я звонила на горячую линию. Никто не может добавить этот код после отправки уже, ни в какие базы, никуда не может его добавить. Я уже подумала, ладно, это было у меня первый раз, на почте это было первый раз, ничего страшного, потеряла деньги, но, как бы, теперь буду знать, что надо писать это кодовое слово вообще абсолютно везде. Но Алиэкспресс приятно удивил. Они мне прислали, что... Сейчас я вам заскриню, что они мне прислали. Они мне прислали, что вы открывали спор, возврат товара и возврат средств, но так как вы возврат товара не сделали, мы вам можем вернуть только средства. Примерно логика была такая. То есть, да, мне вернули деньги за эту неудачную отправку. И всё хорошо, но, как бы, осадочек остался. Я до сих пор переживаю, что мои вещи лежат на складе, и никто их не может получить. Я надеюсь, они с этим разберутся. Я создала обращение на сайте Почты Россия, и сейчас, пока записывала видео, решила проверить по трек-номеру состояние моей посылки, и вижу, что они добавили моё личное кодовое слово. Значит, всё в порядке, я теперь буду спать спокойно. Так что вот так. Не бойтесь заказывать Алиэкспресс, читайте отзывы, смотрите обязательно свои размеры, смотрите фотографии, и пробуйте, просто пробуйте. Это круто, что они сделали бесплатный возврат. Теперь мне не придётся там кому-то отдавать, перепродавать вещи. Хотя я ни разу даже так не делала. Если что-то не подходило, я просто это складывала на полочку. А теперь я могу отправить и вернуть деньги за них. Так что всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok